4 5 6 7 8 9 яна привет что такое морфеус морфеус это сервис для закупки рекламных компаний сервис которым мы предоставляем кредитование по закупке рекламной компании бонусы на пополнение и помощь модерации в рекламных сетях что по-твоему нужно для того чтобы начать зарабатывать в digital без крупных вложений мне кажется есть такое общее принятое правило которое применимо не только digital но и ко всему в принципе это правило плюс минус и равно 1 плюс это нужно найти наставников наставником может быть как кто-то реальный кто готов тебе помочь начать учиться и объяснять тебе твои ошибки может быть виртуально это чтение каких-то форумов просмотр видосиков на ютубах минус это нужно всегда и всем повторять и объяснять то что ты учишь простыми словами потому что есть ты не можешь это объяснить простыми словами значит тебе нужно разбираться в этом больше и правило равно это когда нужно формировать вокруг себя окружение которое будет разделять твои общие интересы страсти и постоянно с ними общаться на общую тему то есть это значит ходить по мероприятиям по арбитражным конференциям по разным этапам дружить с менеджерами рекламных сетей с менеджерами партнерок и с менеджерами если говорить о бюджетах сколько нужно денег и времени чтобы запустить свою первую успешную компанию и к каким цифрам нужно быть готовым новичкам мне кажется этот вопрос не имеет правильного ответа потому что каждый обучается по-разному и каждый будет соответственно начинать работать по разному а в моем сознании сложилась такая устаканившаяся цифра это 200 баксов это то что тебе нужно для того чтобы хотя бы научиться запускать рекламные кампании и тут нужно быть готовым скорее всего потому что ты не сразу получишь какой-либо профит но и наверное дам такой совет что новичку не нужно распыляться на множество рекламных сетей нужно наработать экспертизу какой-то одной конкретной рекламной сетки начинать работать именно с ней какие проблемы возникают у новичков которые приходят в рекламу первое это нехватка опыта естественно второе это не знание правил модерации рекламных сетей зачастую третье это нехватка связи их комьюнити в арбитражном диджитальном маркетинговом назовите это как хотите 4 это эффективность рекламных компаний наверное вы создали сервис морфеус какие проблемы он закрывает ну во первых это помощь масштабирования потому что мы кредитуем наших клиентов под выполнение рекламных компаний ну и соответственно это позволяет им масштабироваться быстрее и находить новые средства в оборот вторая проблема с которой мы можем помочь это не знание модерации рекламных сетях тут наши менеджеры всегда подскажут где и что нужно поменять в креативах или на лендинге чтобы пройти модерацию третье проблема который мы поможем решить скорее всего это нехватка профита потому что за счет бонусов которые мы предоставляем на рекламные сети веб-мастер сможет спокойно принять эту часть бонуса себе в профи для каких вертикали подойдет морфеус это желательно белые вертикали или можно лить все включая адалт и крипто морфеус подойдет совершенно для всех вертикалей понятие белые вертикали для каждой рекламной сети субъективная потому что есть сетки в которых не запрещено лить дал не запрещено лить крипту не запрещено причем это делать именно по поле самой рекламной сети соответственно если ты работаешь с адалтом или крипто и в данной рекламной сети то ты не нарушаешь политику ее использования и соответственно Можешь спокойно продолжать и получать профит от работы с ней Мы со своей стороны всегда покажем, какую сеть и под какую вертикаль лучше выбрать Ну и тут еще, наверное, не стоит забывать о том, что приходя в Morpheus Ты как клиент открываешь все данные о себе как физлицо Либо о своей компании как юридическое лицо И когда ты это делаешь, ты берешь все риски за нарушение полиси на себя или на свою компанию Что ваша целевая аудитория и с какими кейсами к вам приходят клиенты? Наша целевая аудитория это все те, кто закупает рекламу в сети То есть это и арбитражники, и прямые рекламодатели, и рекламные агентства, и медиабайинговые отделы И специалисты по таргетированной рекламе, которые сидят на аутсорсе и работают Но в основном приходят, когда не знают правила модерации какой-то рекламной сети Мы помогаем, объясняем, у нас есть специально обученные для этого менеджеры Но и также приходят, когда есть проблемы с масштабированием И нужна кредитная линия для буста, которую мы, собственно, и предоставляем Что нужно партнеру, чтобы начать пользоваться вашим сервисом? Какие минимальные требования? Партнеру нужно пройти процедуру проверки документов Это KYC или KYB KYC, если ты физик KYB, если ты юридическое лицо, соответственно После прохождения процедуры проверки Мы предоставляем кредитную линию, по которой сможет работать партнер Минимальных требований Да нет Есть минимальный порог пополнения до 500 долларов Ну и, конечно же, важно, чтобы все документы были в порядке Чтобы у нас не возникло вопросов по финансовой состоятельности того или иного клиента Какой минимальный и максимальный бюджет может получить? Соло-байер, новичок, крупная команда или даже целое агентство? Минимальный порог кода это 500 долларов То есть минимальная кредитная линия, которая может быть предоставлена Это линия на 500 долларов Максимального порога нет В зависимости от потребности клиента Будь то арбитражник или агентство Или кто-то другой из с тобой перечисленных Просто нужно пройти процедуру проверки доков Которая покажет, какой размер кредитной линии мы сможем дать На какой срок выдается бюджет? От одного до трех месяцев Также в зависимости от результата процедуры проверки Как в Морфисе устроена система займа денег? Заключается какой-то специальный договор с каждым вебмастером? Да, заключается договор Либо как с физиком, либо как с Юриком В договоре прописан определенный процент комиссии Комиссия взимается в момент погашения кредитной линии И размер комиссии зависит от результата скоринга документов, которые предоставляет нам клиент Считался ли Морфиус каким-то новшеством, когда он только вышел в буржу? Да, считался и считается до сих пор Когда мы проводили анализ рынка, мы поняли, что данное решение хоть очень востребовано, но его еще на рынке никто не предоставил Поэтому мы сейчас единственные, кто решил предоставлять кредиты под рекламу по упрощенной процедуре Какая реакция и первый опыт был у сервиса? Быстро ли завоевали доверие на рынке? Доверие мы завоевали не то чтобы быстро Просто мы уже давно работаем на диджитал рынке с другим проектом под названием ZaliCash Уже работаем 5 лет, это рынок Европы и СНГ И успели за это время завоевать доверие почти 60 тысяч клиентов И поэтому мы уже в принципе знали, что нужно клиентам По каким критериям вы оцениваете бизнес-планы клиентов и шансы на успех? Тут, наверное, важно отметить, что мы не используем подходы факторинговых компаний Либо банковского сектора И нам не нужно доказывать жизнеспособность вашего проекта Либо не нужно отдавать в залог какие-то свои активы Мы просто предоставляем кредитную линию под рекламу по упрощенной процедуре проверки То есть по какому-то стандартному набору документов То есть можно прийти и запросить 500 долларов, предоставить, грубо говоря, паспорт и начать сработать Бывали ли у вас ситуации, когда понимали, что представленный план вебом или диджитал агентством не сработает? Как быть партнером в таком случае? Ну смотри, если результаты скоринга показали нам, что партнер не является финансово надежным То мы просто отказываем в кредитной линии, но оставляем для партнера возможность работы с нами по предоплате с определенным рядом преимуществ Ну, например, помощь в модерации и бонусы на пополнение рекламных сетей Вот, а в том случае, если партнер прошел процедуру проверки Мы подтвердили, что можем доверять другому партнеру Открыли кредитную линию, но он ее не оплатил То тогда мы будем действовать в рамках текущего законодательства Как партнеру быть в таком случае? Мне кажется, просто нужно вовремя погашать кредит У вас работа с топами и новичками как-то отличается? Помогаете дойти до результата? В плане достижения результата мы не разделяем новичков и топов Помогаем всем Единственное, что помогаем разными инструментами Для топов у нас есть выделенный вип-менеджер Который, соответственно, им помогает развиваться Помогает находить новые источники трафика Который предоставляет им проходки на какие-то конференции Приглашает к выступлениям для кросс-проб Если мы говорим о новичках, то у них также есть личный менеджер Который будет оказывать им свою временную поддержку в чате интерфейса сервиса Можешь дать топ-3 ценных совета для тех, кто только пришел в арбитраж И собирается запустить свои первые рекламные кампании? Первое – это нетворкинг Ходить по конференциям, по метапам Общаться с людьми Второе – спай-сервисы использовать, конечно же Потому что на рынке уже есть наработанные экспертизы И нужно не бояться перенимать ее на себя И совершенствоваться, соответственно Конечно, нужно совершенствовать Ну и третье – всегда важно выстраивать доверительные отношения С теми людьми, с которыми ты работаешь Будь то менеджеры партнерок, либо менеджеры каких-то сервисов Вот, потому что зачастую это поможет тебе развиваться быстрее И находить какие-то новые источники трафика Новые ниши, новые афера, новые условия Ну и, соответственно, зарабатывать больше Как вы порекомендуете предпринимателям, арбитражникам и просто рекламодателям Эффективно использовать рекламный бюджет? И как в этом поможет Морфеус? Ну, если ты новичок, то тут нужно действовать скорее как в игре «Морской бой» То есть, если ты уже знаешь свою аудиторию и источник трафика То ты узконаправленно бьешь по своей аудитории какое-то время И потом очень постепенно и аккуратно расширяешься внутри одного источника трафика Тут не надо распыляться сразу на миллион рекламных сетей Нужно проработать одну, чтобы наработать в ней какую-то конкретную экспертизу Если ты уже такой матерый, опытный, арбитражник С большим рекламным бюджетом То тебе скорее будет важнее скорость масштабирования И тут нужно не бояться экспериментировать с новыми источниками трафика Где конкуренция меньше по сравнению, чем с основными источниками Которые и так уже всем известны Ну и нужно, конечно, настраивать охватные рекламные кампании И использовать сквозную аналитику И чаще анализировать и совершенствовать Мы планируем открыть сервис собственных виртуальных карт Во-первых, с вкусными условиями, важно отметить Во-вторых, мы собираемся запускать витрину интеграции С всякими полезными сервисами для управления рекламой Таких, как сквозная аналитика, например Каким видите его будущее? Слушай, ну судя по открытку на конференциях Наш продукт, он не только уникальный Он еще и очень перспективный и полезный Поэтому мы планируем только в будущем расширяться, развиваться Ну и оставаться лидерами на рынке Пока что единственными, а там кто знает Какую таблетку выберешь? Красную или синюю? Розовую И пару пожеланий нашим зрителям Желаю, чтобы ваши рекламные кампании постоянно откручивались И бабки были Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова